Яндекс.Станция Умная колонка от Яндекса может быть использована и с другими устройствами. В частности, ее можно подключить к телевизору для просмотра фильмов и видеороликов. Также планируется интеграция в систему умного дома. На колонку стоит смотреть в первую очередь как на первый шаг для популяризации технологий, искусственного интеллекта. Ну и второй момент – это отработка неких решений, которые в последующем найдут воплощение уже в других гаджетах. Одна из задач Яндекса – это обучение своего искусственного интеллекта распознаванию голосов членов семьи. Это даст возможность ограничения детей от нежелательного материала и поиска по интересам. Проблема искусственного интеллекта в том, что программа может некорректно формулировать ответы, выбирать интонации или просто не воспринимать правильно некоторые словесные конструкции. Рядовой пользователь чаще всего воспринимает искусственный интеллект, некий гаджет, который подключен к системе искусственного интеллекта, как нечто, наделенное разумом, наделенное интеллектом, и вот оно само начинает с ним общаться. На самом деле это совершенно не так. Это компьютерная система, которая умеет выполнять ровно то, чему ее научил разработчик. Для решения этой проблемы искусственный интеллект требует доработок. Необходимо выбирать архитектуру нейронной сети, более сложную, соответственно, обеспечивать вычислительные мощности, которые позволят находить достаточно полную информацию по запросу, которая сумеет из всего многообразия этой информации строить лаконичные, но полные ответы. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс.